ИСТЕЦ За время брака у нас с ним двое детей. Восемь лет мы уже с мужем не живем. В общем, мы развелись, он не помогал. Мой бывший муж умер полгода назад. В собственности у него имеется квартира. За все это время алименты он не платил. Детьми не занимался, вообще пропал, не появлялся. Эта квартира была приобретена в браке или это личная собственность была? Это личная собственность моего сына. То есть у нас получается сколько наследников? Двое ваших детей и двое родителей, правильно? То есть четыре наследника в первую очередь. И наследственное имущество было разделено? Нет, не было еще разделено. Нет еще пока? Там шесть месяцев не истекли? Нет. Так, а почему сын алименты не платил? Дело в том, что она не все сказала. О том, что когда он ушел от нее, они сразу договорились о том, что она будет за счет алиментов, счет алиментов проживать в этой квартире. Он ее не выгоняет. Там дети жили в квартире. Квартира в этом доме. Она на сегодняшний день, если снимала бы аренду, 25 тысяч. Нет, письменное соглашение есть. Нет, они устно договорились. Нет, значит нет. Но изначально у них договоренность была о том, что вместо алиментов была договоренность. Что она будет проживать в этой квартире. Не было договоренности. Не было. Устная была договоренность. Не было. Значит не было. Мне, пожалуйста, исполнительный лист. Где? Исполнительного листа на руках нет. Идти проверять? Я получала исполнительный лист, но, я еще раз повторяю, мы не могли найти... Нет, не так. Ну послушайте, я сейчас посмотрю все исполнительное производство, всю историю. Ну почему вы считаете, что я не могу этого сделать? Я не знаю правила работы приставов, как они работают. Давайте так. То есть вы хотите получить одну-вторую долю квартиры в счет долей ваших детей? Да. Говоря, что раз мой покойный супруг должен был мне по алиментам, то признайте за моими детьми, то есть признайте за мной, как получателем алиментов, одну-вторую долю квартиры. А я вам на это говорю. Как вы вышли на сумму задолженности? Высчитала за все это время? Высчитала. Не можете. Вы сами ничего не можете высчитывать. Приставы исполнители по постановлению об образовавшейся сумме задолженности. Естественно, скажите, пожалуйста, вам знакомо правило, что нас наследники несут ответственность по долгам наследодателя? Да, конечно. То есть вы знаете об этом, да? Ваши дети наследники? Да, в первую очередь, да. То есть если вы считаете, что за наследодателем, то есть за вашим покойным супругом образовался долг, то у нас все наследники будут расплачиваться по этому долгу? Те, кто вступят в наследство. Что-что? Те, кто вступят в наследство. Да, в том числе и ваши дети. То есть ваши дети должны будут платить сумму алиментов, которую вы недополучали. Нет, за мои дети не будут платить эти алименты. Давайте вернемся к пункту первого нашего с вами разговора. Если все наследники, как вы говорите, те, кто принял наследство, да, они все отвечают по долгам наследодателя. Если вы утверждаете, что сумма алиментов за должность, сколько той задолженности вы посчитали? 1 миллион 920 тысяч рублей. 1 миллион 920 тысяч, правильно? Это сумма задолженности вашего покойного супруга. У нас наследников 4, да, долг 1 миллион 920 тысяч. Мы делим с вами на 4 части. Каждый наследник покрывает вот эту сумму. То есть мои дети должны платить алименты себе? Давайте продолжаем разговоры на этом всем. Ну, в свою очередь, я не отказываюсь от своего искового требования. Также продолжаю претендовать на одну-вторую квартиру в пользу своих детей. Ну, понятно. То есть будем говорить так. Если вам суд говорит, что задолженность по алиментам не приравнивается к стоимости одной-второй доли квартиры, она не может быть приравнена. Это разные требования. Основания их возникновения разные. Понимаете, в чем дело? И поэтому нельзя задолженность по алиментам в исковом производстве приравнять к одной-второй доле собственности. Так не бывает. И кроме того, если вы хотите удовлетворить это исковое требование, то доля ваших наследников, то есть не ваших, простите, доля детей ваших как наследников уменьшается. Ну, так бы у них была одна четвертая, да? А так, если вы одну-вторую сейчас отнимете, то одну-вторую нужно будет поделить на четыре. Вы что-то хотите еще сказать? Я хочу сказать, что при жизни мой сын, большие долги за ним числятся. Он не смог их оплатить, и поэтому его долги передали в коллекторское агентство. И теперь коллекторы ходят... Нет, ну коллекторы теперь пусть к нотариусу ходят, так не к вам. У них должна быть другая дорога. Ну, они ходят ко мне, вот видите, они постоянно угрозы. Не надо, посылайте их, пожалуйста, к нотариусу. Буду отсылать, как будут приходить. Там еще долги остались, видите, там долги остались. Я понимаю, что долги остались, но я тоже мать, мне же нужно что-то делать. Ну да. Долги долгами, а... Ну понятно. Нам не улицу же идти... Суд удаляется для принятия решений. Прошу всех встать! Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования СА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, а также, рассмотрев представленные документы и доказательства, в иске об обязании наследников умершего, то есть я имею в виду вас как наследника, в первую очередь и вас, и вашего супруга, передать из суду ли в квартире в счет долга умершего по алиментам, суд считает необходимым отказать. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что они не основы на нормах действующего законодательства. По долгам наследодателя отвечают все наследники, принявшие наследство, независимо от возраста и материального положения в пределах стоимости полученного по наследству имущества. В данном случае умершего четверо наследников, двое из которых являются несовершеннолетними детьми истицы. Долг умершего состоит из задолженности по алиментам и долга перед финансовой организацией. Весь этот долг умершего делится между четырьмя наследниками, которые приняли наследственное имущество, по одной четвертой доле квартиры, принадлежащей умершему. Так что в данном случае истица может взыскать с каждого из родителей умершего по одной четвертой доле задолженности по алиментам, задолженности по алиментам, если она будет установлена. Но обязать каждого из них передать ей в собственность имущество, полученное ими по наследству, еще долго сына по алиментам истица не может. В данном случае я еще раз подчеркну, что вы не смогли мне представить доказательства того, что соглашение о порядке выплаты алиментов было составлено в письменной форме. Вы представить мне это соглашение смогли, поэтому суд исходит из того, что оно не было заключено. Также, естественно, как вы не смогли мне представить расчет задолженности, поскольку это должно быть установлено приставами-исполнителями, если вы на самом деле к ним обращались. Если нет, то вам необходимо будет обратиться, чтобы приставы в полном объеме посчитали указанную задолженность, если вы обращались по выдаче исполнительного листа. Вы в интересах ваших несовершеннолетних детей, если существует такая задолженность, вправе отказаться как законный представитель от принятия наследства. Однако нотариус вас обязательно предупредит, что в момент достижения 18-летнего возраста, когда ваши дети вырастут, они будут вправе оспорить указанный отказ от наследства, если посчитать, что законные права и интересы были нарушены. Это вам понятно, естественно? Да. Суд огласил свое решение, дело заканчивается. Прошу всех встать. Довольно, да? Довольно. Как нам теперь быть? Вы нас на улицу выгонили? Нет. Куда мы пойдем с детьми? Куда? Где раньше жили? Решение суда. К чему мы пришли в итоге? Мало ли того, что меня сейчас на улице с детьми выгонят. Квартиру мы все равно продадим, с долгами рассчитаемся, внуков не оставим в обиде. Это наши внуки. Будем им помогать, как сможем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова